мы в прямом эфире все в прямом эфире пригласить пригласите костя приглашаю всех продолжаем я удостоверила что все сохранилось поэтому прошло небольшое время он пока публика опубликовалась пока видео наверное прямоугольничек все эфир тот на страничке да да я проверила я подождала потому что он какое-то время публиковался кстати вот ножи вот такие которые он которые до наборами такими я храню таких плотненьких пакетах я не помню какого это производителя надо поглядеть на скрапмане может они кстати есть тоже мне нужно прямоугольничек привет привет всем снова привет так этот большой я хочу просто эту надпись писать куда-то сюда а может быть давайте я ее тогда у нас закроется этот тег ну ничего страшного привет так как бы нам так сделать по волшебному ну давайте я сначала вырублю я хочу возьму так из крафт картона вырублю это секундочку дело я здесь так вот такая у меня вырубка так сразу сейчас уберу привет всем снова кто как кто возвращается ко мне кто новенький пришел привет мы пошли уже на второй час я даже себя как-то теперь спокойнее чувствую так мы пошли на второй час я вот думаю сделать ли это посерединке эту сейчас я уберу что подложечку и посмотрим сделать можно посерединке и здесь как-нибудь украсить так да давайте-ка я сейчас это сделаю по серединке по центру так где мой акриловый блок так сначала конечно лучше штампануть пару раз и потом вырубать ну ничего проверяю чтобы все хорошенько отпечаталась конечно для таких точек для таких идеально выверенных от штамповок лучше всего использовать специальный инструмент так ну мне не очень нравится давайте-ка я знаете что я еще так вот сделаю штампану чтобы уж точно специальный инструмент у меня есть но он огромный вы просто на стол мне его поставить сюда будет некуда что девочки если вам интересна тема вот такая открыток стиле чисто и просто обязательно поищите так теперь сравниваем да вот вторая вторая такая штамповка получилась лучше обязательно посмотрите мастериц они творят чудеса там конечно у них так теперь нам нужно прицелиться четенько парочку взять маленьких этих самых как как называют скотчиков бумажных такие есть нащипанные и стул шатается ухо я расходилась обычных листов не шатается так сейчас я вернусь так возвращаюсь и дело тоже для меня проще все проще много всего да проще проще сделать какие-то слои проще потому когда допустим может быть какой-то неудачный элемент его можно припрятать другим но если это допустим это вообще однослойная открыткой там игра просто на цвете на контрасте цветов это просто это просто нечто так вот у нас такая надпись и для того чтобы она не была такая чистая и слишком простая я ее сейчас затонирую возьму для этого тоже чернила оксайт кстати я же вам обещала показать но сейчас я гляну уместно ли всегда мало кажется надо больше да 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 это точно это прям в точку так вот так и можно кстати сейчас взять нашу бабочку мотылёчка нашего и мотылёчка крылышек здесь добавить вот так оп так и сейчас я наверно эту карточку да такую нас как карточка получилась я ее краешком о уже смотрите как хорошо выглядит совсем другая история совершенно вот так из обычного кусочка крафт картона за пару минуток мы делаем такую интересную штукенцию такой элемент декора так крылышко как то так в другую сторону вот и сейчас я еще эту карточку посажу на золотой картон да конечно если бы я приклеила открытку сразу на основу ну как бы этот наш фон на основу знаете мне не хватает какого-то оранжевого цвета я наверное сейчас еще подтонирую оранжевым попробую сейчас что у нас получится если бы я посадила сразу открытку на основу то за счет того что получается такая когда открытку приклеиваешь допустим если бы это был черный картон ну это в любом случае будет черный картон раз уже есть такая рамочка ну здесь он такой кривенький то она бы уже более цельная смотрела но из-за того что не посадила ну ничего так сейчас так добавлю оранжевого слишком сильно не буду заходить потому что вот эти вот чернила оксайд они очень такие укрывистые очень они даже покрывают чернила как они называются архивные то есть они прям конкретно пигментация большая и повторюсь те кто не видел прошлый эфир эфир прошлой недели можете зайти глянуть он есть здесь на страничке в открытом ну в открытом естественно доступе запись этого эфира и там я показываю разницу сюда а потом посажу так вот так уже лучше и теперь на золотой картончик любимый драгоценненький золотой картончик вот так хорошо вот так хорошо так ну и я же вас спрашивала вы же мне так не ответили может кто-то из новеньких пришел а может идея пришла кому в голову чтобы вам было интересно посмотреть в прямом эфире на следующей неделе может рассказать о каких-то материалах может сделать какую-то работу ну понятное дело что какую-то работу может страничку допустим какую-то хотите может какой-то стиль но только если это не шебе так здесь я так срежу и уже ровненько аккуратненько на глаз ножницами сейчас поподрезаю чтобы ровненько было зеркально а я не знаю Алина ты не знаешь в скрапмании появился золотой картон а может он и подождите я знаю что с фольгированием есть бумага в скрапмании точно то есть это с какими-то элементами золотыми значит все интересно я вот думаю может мы с вами какую-нибудь использование кракелюрной краски угу кракелюры в общем вам интересны так давайте теперь сейчас я тоже возьму картончик все интересно новогоднюю игрушку ого новогоднюю игрушку у меня знаете какая есть такая как бы не знаю заражай да такое даже не знаю философия не философия философия конечно слишком пафосное слово а для этого дела ну такое как бы в общем короче пусть это будет философия ну для мальчишек помнишь коробку делала с красными акцентами коробку а новогоднюю да упаковку да я помню какую-то делала упаковку новогоднюю помню если ты это имеешь ввиду лампочку закроешь а у нас есть еще одна сейчас может мы ее приклеим сейчас глянем вот так штампинг и эмбосинг понятно да ну это конечно штампинг и эмбосинг это такие вещи и вот как только появляется здесь вот этот крафтовый элемент сразу хочется добавить еще чего-нибудь крафтового вот кажется листьев уже достаточно а может недостаточно а так вот я же не 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 это самое не рассказала вам о том что ну такая ну не философия она ну в общем короче у нас да в нашем скраповом мире вообще в мире творчества принято мы как бы живем немножко наперед у нас рано появляются осенние работы еще летом еще летом мы уже думаем об осенних работах об осенних материалах потом вот сейчас осень еще с сентября месяца начали появляться зимние коллекции я понимаю зачем это делается я там ни в коем случае никого не осуждаю но просто знаете как мне вот сейчас осень мне хочется насладиться осенью хотя и поэтому к чему я это все веду я пока о новогодних работах не думала но раз уж такое дело действительно ведь пора уже уже у нас середина октября и пора уже думать и о новогодних работах поэтому может быть да что то что то придумаем а насчет так вот мне как то вот этот листочек я его приклеила конечно я конечно его приклеила так а лампочку а ну-ка давайте мы эту лампочку сейчас я ее разрежу пополам добавлю сюда так отлично поэтому может да может давайте я какую-нибудь придумаю или игрушку у меня кстати насчет игрушек новогодних насчет шариков у меня мозги заточены под одну под один вид это микс медиа но микс медиа в прямом эфире такого характера делать не получится потому что это очень долго так я здесь клеток много нанесла но ничего так вот у нас еще появилась одна лампочка так ничего если где-то вот это к слову мужская страничка вот заранее делаешь работу потом празднику не нарадуешься да это хорошо я это понимаю но у меня как то какое то я не знаю знаете вот я сегодня хочу жить сейчас осень я осень не хочу ну хотя да хотя я уже тоже потихоньку закупаюсь праздничными ну новогодними вернее зимними материалами и поэтому потихоньку уже тоже готовлюсь к этому делу так знаете мне по-моему кажется достаточно мужская страничка я тоже думала насчет мужской странички или мужскую или такую мальчиковую так это пока пусть здесь будет так и к слову я не знаю это может здесь слишком будет много ну ладно пока пока в общем так пусть будет так пока у нас вот что получается еще я добавлю сюда естественно этих самых как они называются скажите поеток наоборот а не рад празднику не рад а почему а не потому что уже ты праздник весь изжила в своих работах да поэтому можно можно делать осень а вот новый год пока готовите запасаться да так а знаете мне вот хочется еще эту надпись куда-нибудь вот кстати чем еще хорошо акриловый блок приклеил допустим да штамп который ну любой штамп особенно если это штамп какой-то надпись поздравление и ты можешь вот так приложить кстати не вытирайте акриловый блок спиртом будет с ним то что было с моим акриловым блоком вот видите от спирта он потрескался такие меленькие меленькие трещинки появились мне кажется вот вот это просто достаточно я бы сюда куда-нибудь надпись вот так приделала и все и хватит каких-то просто мелких элементов добавить кстати я вот наимбосила этих листочков они мне как-то никуда не пошли или они пойдут куда-нибудь мне как вы думаете да да на тыг надо да я тоже вот смотрю мне прям вообще так как надо я просто вот думаю сейчас если этот листочек сюда нужен же еще куда-нибудь один листочек может сюда может как-то так нет не так так пока уберем а я сейчас возьму а где такой штампинг достать какой какой вот эти вот такой если такой то это лесь асгарда если надпись скрап штампинг его сейчас уже нет этого бренда вообще посмотрите в скрапмании там такой выбор штампов честное слово ну очень большой там пайетки обязательно будут там в скрапмании несколько разделов со штампами так сейчас я снова хочу сделать эмбосинг наверное я хочу сделать эмбосинг на пленке для того чтобы надпись казалась как будто она наштампована прямо на теге потому что с тегом я не уверена что у меня получится четенько это самое четенько штамповать чтобы хороший красивый оттиск получился поэтому буду делать эмбосинг на пленке обезжириваю это повторяю для тех и для себя и повторяю для тех кто не был на первой части нашего эфира в самом начале так стол все таки шатается штампы да обязательно заглядывайте в скрапмании там много много всяких разных так смотрим вроде все хорошо так теперь девочерновичок так возьму пудрочку черненькую где моя черная пудра вот моя черная пудра список материалов пишется теряется в магазине забывайте да я же вам пишу список материалов по итогам да когда у меня уже есть готовое фото работы и мне же нужно найти в магазине все эти товары чтобы ссылочки для вас добавить чтобы вам было удобно искать и все и настя на два часа чем обезжириваете есть специальные средства для обезжиривания есть просто обычный детская присыпка а у меня вообще косметическая пудра кто со мной не первый эфир те знают просто обычная прозрачная пудра потому как тальк у меня потерялся а я никуда не дойду не доеду так прогреваю снизу чтобы не улетело ничего и плавлю для тех кто не был ну давайте сейчас я сделаю для тех кто не был на первой части эфира штампы больная тема в списках нужных ну да там конечно надо поискать для тех кто не был на первой части эфира пленка у меня для печати на лазерном принтере где моя банка с пудрой вот она пленка для печати на лазерном принтере она не плотная они есть разной плотности фирмы Xerox ну это то что у меня и я так думаю что видовых есть много еще до пленка для лазерной печати есть пленка кстати даже я не знала этого оказывается есть пленка для печати на струнных принтерах ну я не знаю как это возможно ну возможно вроде бы как так вырезаю эту надпись сейчас хочу попробовать создать имитацию того и не помога не допеклась у меня надпись сейчас я ее до пику я ее до пику здесь уголочек буквы д подпекся сушу сушу остужаю вернее не сушу так чтобы вырезать ровненько что выяснилось что пудра черная какая-то она не сильно черная можно еще но сейчас я гляну как это будет выглядеть принципе да неплохо так если бы конечно это сразу было штамповка уже готовая было бы лучше так а чем я теперь это приклеить я вот думаю чем же мне приклеить у меня есть уже опять таки не раз показывала вот такой клей для для страз для страз для пайеток я наверно приклею ним чтобы уж точно он после высыхания становится прозрачным есть я печатаю на струнном она еще наклейка с моих ты прикольно у меня струнный принтер тоже но я буду недавно узнала что можно так клей иди сюда где недавно знала что есть печати надо прям купить и попробовать и не размывается да с этой пленки никогда не размывается с этой пленки получается она как бы как архивного качества буковками глоссе намазать насчет голосе был у меня такой случай клеила я что-то вот такое пленочку какую-то на голосе и она мне отвалилась я теперь гость и почему-то в этом не доверяю не знаю почему не знаю вот вот поэтому не доверяю так знаете что здесь у меня такой уголочек торчит его сейчас возьму срежу конечно в идеале было так где ножницы в идеале было бы сразу штампануть эту надпись ну как-то идея мне это пришло вот только сейчас так давайте ка подложу это я приклеиваю прошу прощения также много болтаю так и что еще ой прошу прощения так секундочку так я с удовольствием с вами не болею не болею спасибо это из-за того что болтаю так и что наверное это все ну сейчас останутся только акценты так давайте ка сиплая так давайте я добавлю сейчас пайеток сейчас так все немножко уберу чтобы убрать лишнее вот так вот так заболтали нужно чаю так вот так теперь так теперь да теперь еще один такой приемчик когда я делал этот фон я вам его не показала я хотела показать на этой неделе вот показываю меня такой тоненький линер сейчас я до рисует хорошо вот капельки и мы сейчас их мы я буду сейчас обводить по контуру это будут у нас такие дополнительные акценты их можно обвести все не все делаем молчат но уже получше уже все уже покашляла все прошло так так вышло сейчас а муж говорит ты не кашляй а то подумает что коронавирусная вот так вот девочки заботиться обо мне о моей репутации то есть таким фоном вообще много чего можно сделать еще такой прием классный в какой-нибудь детской работе видите дополнительные такие акценты и уже эти капельки вот эти вот от воды такие когда даже не знаю как как этот эффект эффект называется не резист нет резист это другое когда брызгаешь на уже как бы готовый фон воду а потом впитываешь салфеточкой и вот эти брызги как вам кстати еще нас типа зарази шахла это вообще так прикольно скажите как вам вот это дудлинг ну возможно дудлинг может быть ну дудлинг это же когда да с нуля хотя хотя нет я еще знаю ну в общем вот такая штучка мне этот прием нравится я хотела показать на прошлой неделе ну в принципе правильно сделала потому что так уже в готовой работе это интереснее выглядит вот так спасибо очень интересно хорошо девочки спасибо я рада что вам нравится очень очень то есть из обычной акварельной бумаги с помощью здесь два чернил два или три цвета чернил здесь три можно из двух из трех неважно ну вот обычная акварельная бумага чернилки фоновый штамп и тонкий маркер и получается вот такая прикольная штучка можно все можно частично вот так интересно так ой ой хорошо я рада что вам нравится это у нас такая будет более строгая дама так и что сейчас я возьму наверное возьму я сейчас поставлю свои любимые капельки я взяла золотые и черные жидкий жемчуг у меня фабрика и ну вот в общем это жидкие капельки которые после высыхания становятся как ну в общем засыхают становятся как капельки такие эмалевые эмалевые прозрачные разные так начну наверное с черного есть они разных фирм из фабрики декору есть а вот такие ну по моему рейнджер такие есть и поставлю очень люблю я эти капли если вы меня опять таки видите слышите не первый раз что вы уже это знаете правда не все капельки такие можно использовать и внутрь альбома кое-что только можно гляньте что я сделала ужас все кошмар все пропало гипс снимают клиент уезжает ах так быстренько убираем и замаскируем это ничего страшного так теперь нужно быть аккуратной сюда потом поставлю капельку так а я вообще хотела что я хотела взять пинцет и убрать нитки от клея некоторые вот опять у меня палец грязный некоторые капельки эти высыхают хорошо некоторые остаются такими слегка липкими поэтому внутрь альбома их нельзя не страшно да главное сильно не переживать и сразу думать что можно с этим сделать вот это главное это бывает знаете как снимаешь мастер-класс привет юль бывает снимаешь мастер-класс и говори что вот тут нужно делать так и ты берешь делаешь совершенно другое портишь все и потом нужно мгновенно сориентироваться и сделать как бы исправить эту ошибку и потом получается что очень хорошо потому что кто-то такие же ошибки допускает и ты как бы помогаешь ему не бояться если да допустим бывает же такое что-то испортишь кажется все работа испорчена в мусор в помойку ну нет поэтому не переживаем ну можно чем-то замаскировать можно еще такие поставить капель ну ладно сейчас сейчас мне уже мысль понеслась вперед хорошо что не касс да вот в том то и дело если бы это был касс все это уже надо было бы брать и просто выбрасывать потому что там такого не допускается так капельки ставлю разного размера по две по три главное чтобы они все по одной главное чтобы они все были разными вот так так и теперь золотые я сначала вот где мой черновичок так вот так выдавливаю проверяю чтобы хорошо они выходили все и ставлю ставлю теперь капельки где-то покрупнее где-то помельче и вот же что я хотела здесь немножко нельзя еще такие вещи взбалтывать для того чтобы не было воздуха я по всей видимости взболтала у меня здесь воздух в этих капельках можно такие видите как точечная роспись ну примитивный ее вариант поставить капельки такие вот видите как они сразу работу оживляют сразу уже немножко по-другому так вам видно хорошо то я тут их двигаю вот потому как не делаю постоянно что-то ляпну да или влезешь грязным пальцем в краски там даже если лишняя капелька клея она бывает фатальной для работы а тут мы можем что-то приклеить сверху что-то подмазать и все будет гуд а сейчас я еще придумала как нам эту карточку еще поинтереснее сделать так а будут и пайетки я начинаю от крупного к мелкому самые ярко выраженные вот такие вот штучки ну боже как это акценты да финальные самые ярко выраженные это вот эти точки поэтому я начинаю с них с более крупных потом будут пайетки а потом уже будут брызги или сначала брызги а потом пайетки в общем сейчас я решу то есть мы начинать стараться от большего к меньшему декор ну кому как удобно но я делаю так так и стараться не делать таких четких диагоналей четких таких в общем четких линий так вот пока все линказ это clean and simple чисто и просто это когда делается в основном открытки используя только штампы чернила ну то есть это очень очень простые почти всегда однослойные работы в общем будет интересно загляните так мой глосси так и вот то что я говорила я придумала вот эта карточка у меня которую я делала с надписью я сейчас возьму и крылышки вот этих мотылёчков ну вот этих мотылёчков я их сейчас покрою глосси и будет вообще как будто эту карточку сделала не я так здесь у меня какая-то воздуха пузырёчек что она сейчас их клеить начнёт ещё куда-нибудь влезет а ты в пайетке не ну видишь я же уже один раз влезла всё то я просто расслабилась вернее не расслабилась а забыла что я же могу куда-то влезть в пайетке я тоже буду клеить Алина ну вот всё пузырёк я наконец убрала а верфи так сейчас конечно пока немножко непонятно сейчас глосси такой он же белёсый он после высыхания останется ну станет абсолютно прозрачным о о так все вот эти крышки я вот так тут промазала так циферку покрою тоже чтобы ну как как обычно я говорю чтобы было сочетание разных фактур ну одного предметы одного цвета элементы ну разных фактур так вот здесь вот так убрать есть здесь чёрный получается так это убираем есть здесь чёрный матовый есть здесь чёрный глянцевый причём глянцевый будут разные потому что будут отличаться эти капельки чёрные от допустим вот этой цифры которая когда высохнет глосси она будет совершенно другая так какую-нибудь о о спасибо что за баночка это у меня не совсем глосси это у меня вот такой мод подс ну это тот же глосси просто перелить переливаю его в принципе это тот же глосси просто такой немножко более более жидкий чем глосси ну в общем я покупаю что сейчас есть в наличии в магазине где я обычно покупаю скрап материалы но я знаю по моему в скрапманию привели привезли глосси там прям нормально я видела что хорошее там количество так что если вам нужен глосси то в скрапмании он есть анют спасибо большое так вот это и не знаю эту покрывать глосси покрою ее конечно когда глосси высохнет ее немножечко поведет вернее сейчас поведет но потом ее можно будет поправить уже когда высохнет ее можно будет поправить так такое самое долгое но я кстати глосси в скрапмане да да его по моему в новинках он по моему на прошлой неделе был так вот здесь минное поле здесь надо быть очень осторожно кстати вот еще что можно сделать так еще вот этого мотолёчка тоже можно покрыть глосси знаете как есть бумага я не помню какая DCWV или Кайзеркрафт по-моему Кайзеркрафт у них есть бумага и некоторые листы ну допустим в каком-то наборе есть листы с такими слаковыми акцентами и вот я люблю такое делать вот эта бабочка когда высохнет будет очень красиво остался в маленьких маленьких баночках остался ну ничего лучше маленькая баночка чем никакого так и вот это обязательно когда все у меня подсохнет я сделаю фотографии и покажу уже что получилось потому как все таки с подложкой будет ну с основой открытки будет это выглядеть еще лучше так здесь немножко больше чем надо и последнее тоже конечно у тебя 15 минут да что же это такое это ужас мне нужен маховик времени на мои эфиры так все сейчас я покрываю просто уже хочу чтобы уже прям совсем уже была картина окончательно ясно понятно чтобы все было я сейчас покрываю вот эту веточку глосси сейчас сейчас подождите так быстро да вообще так это девочки представьте вы смотрите а я же делаю то есть для меня время еще быстрее летит и кстати вот то что вот эта надпись которую я делала эмбосингом на пленке она же получается глянцевая эмбосинг глянцевый и сама пленочка глянцевая и за счет того что я сейчас покрываю глосси вот эти элементы за счет этого она так не выбивается то есть да до этого все было матовое и только она была глянцевая а теперь даже по едке там нет ну уже все ну вот же ж вот же ж оно все вот когда скрапишь ну просто да сидишь дома скрапишь кажется время не так быстро летит вечером хорошо мне нравится я не знаю вроде бы вроде мне наоборот хорошо вечером потому что скажите скажите потому что утром днем у меня обычно вот там в одиннадцать двенадцать ну в десять в одиннадцать у меня много дел так беру пайетки беру клей который мне нравится которым клеила надпись и пинцет так все видно вам все видно пайетки сюда сыпану так как показывала набираю небольшое количество и и и куда и куда и ставлю и ставлю вот так набираю чуть-чуть и ставлю за счет того что вот здесь видите сбоку можно поставить вот так на ребрышко пайетку это я уже показывала в каком-то из эфиров но вдруг кто-то не видел покажу еще раз так и то тут то там по чуть-чуть по одной штучке но я думаю слишком много не будет потому что у нас получается здесь есть элементы зеркального картона мы их как бы поддерживаем пайетками но слишком тоже много этих золотых бликов нам ой не нужно так эту можно которую я вы я потом Юлин прямо за 4 смотрела а ну да потому как ну все таки да днем я думаю много у кого есть дела ай ай приклеился мой пинцет днем не все могут да вечером большинство дома все таки да кто-то на работе кто-то просто да там деток куда-то повел или на каких-то занятиях ну в общем мне тоже кажется что вечером как-то оно получше всех накормили все дела переделали ну все дела женщина мне кажется не может переделать покупателю двери стучат ну покупатели это святое так здесь можно было ай давай ложись вот здесь можно было просто на глоссе положить так и куда-нибудь еще куда-нибудь сюда и сейчас я делаю брызги так и вот сюда еще это точно последнее будет куда-нибудь сюда сюда вот эти терзания по поводу куда эту милипизи пайетку приклеить работа решает когда самоизоляция сейчас нет ну да 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 покупатели это хорошо покупатели это великолепно так девочки все сейчас последние штрихи я делаю брызги чем где вот что у меня есть у меня есть такая декоглазурь это не обязательно мне это декоглазурь нравится потому что она глянцевая сейчас я ее выдавливаю что там ее просто очень мало здесь осталось на глянцевые капельки получается глянцевые вот так я ее выдавлю сейчас я обязательно вылью на работу поэтому я ее не буду выдавливать я возьму новую бутылочку так аккуратно я ее выдавливаю немножко разведу водичкой возьму маленькую кисточку ну да с одного до двух по местному а местные то у всех тоже разные вот да вот как раз Алина пишет так то я за кадром это все дело делаю так и побрызгаем так чуть покрупнее капельки и чуть помельче длинноватую кисточку взяла чем длиннее кисточка тем получается капли такие летят в разные стороны если хочется прям в одном месте акцент такие поставить то можно так прикрыть ручкой и побрызгать так вот так и сейчас еще еще сейчас хочу вот последний уже чтобы последний сейчас я еще возьму эти же капли этот же жидкий жемчуг ого 2340 ого эти же этот же жидкий жемчуг которым я ставила капельки я его же сейчас тоже так разведу водичкой ну можно это сделать акриловая краска просто у меня сейчас жидкий жемчуг этот под рукой и развожу его ой и ну точно так же у меня кисточка во рту поэтому я стала так странно разговаривать так тоже развожу его водичкой ой так ага молодец чуть не налила как у меня капли летят да они повсюду летят но как то вот там чем чем длиннее кисть тем они разлетаются веселее так они сейчас такие белые эфир сохрани не вылетит да все все так так ребята мы с вами давайте будем прощаться в общем я сделала все обязательно вам покажу фотографии уже готовых работ до потолка да да обязательно покажу вам фотографии готовых работ на следующей неделе тоже что-нибудь придумаем интересное для вас так что всем спасибо спасибо что были со мной аж даже да аж даже на два часа так что все спасибо всем пока всем хорошего вечера завтра хорошего утра я просто хочу да вот так я аккуратненько потому что чтобы капельки не растеклись здесь конечно освещение такое жесткое поэтому вот видите за счет того что у нас там блестит что-то там бликует за счет этого интереснее да еще будет более закончено когда у нас будет на на подложке открытки ну на основе спасибо спасибо девочки спасибо вам большое обязательно будет запись я сейчас сохраню и вот и все всем спасибо приходите на следующей неделе пересматривайте если были не сначала и все до скорых встреч всем пока пока спасибо всем спасибо спасибо